Недельная глава Шлахлеха И отправил их Моше из пустыни Паран По человеку от каждого колена самых выдающихся из них Все они главы сыновей Израиля Объясняет это Бааля Турим, каждый из них был главой 50 И объясняет Раши, что вначале, когда они отправились высмотреть землю, они были праведниками Но потом они задумали злое Кто? Десять из них И казалось бы, настолько правильное было их понимание Зачем нам входить в эту землю? Нужно будет сначала воевать, потом обрабатывать землю Ведь здесь, в пустыне, мы все время учим Тору Зачем нам входить в эту землю? И тогда они договорились между собой Что они увидят дурную сторону земли Моше учит их Когда вы войдете в землю, посмотрите Какова земля плодородная или нет Какие города укреплены или нет Какие люди могучие или нет Если города не укреплены, они полагаются на свои силы А если укреплены, они полагаются на стены И только двое человек выдержали это испытание Иушо-бен-нун, Ошея, верный ученик Моше Которому он добавляет букву Ют И говорит, Творец Ют Кей спасет тебя от замысла От испытания разведчиков И второй из них это Калев Бен Ефуне Который отправляется в Хеврон На могилу праотцев Чтобы просить у них защиты Чтобы он не поддался влиянию Тех, кто хотят не войти в землю И сорок дней они высматривали землю И прошли ее вдоль и поперек Сорок дней И говорит Творец Вы увидели в земле плохое Возвращаются разведчики И говорят, действительно, земля текущая молоком и медом Но великанов видели мы там И города укреплены Говорит им Моше Посмотрите, есть ли там одно дерево Он имеет в виду Иова, праведника Который защищает всю землю Но он уже умер Когда входят разведчики Хоронят Иова И задает вопрос Рамбан Они ведь ответили точно То, что просил их Моше Земля текущая молоком и медом Все точно сказали То, что просил их высмотреть Моше Но они добавили от себя одно слово Эфес Только могучий народ Который населяет эту землю И в этот момент Они высказали свое мнение Мы не сможем победить этот могучий народ И вот в этот момент Выступает Калев Бен-Ифуне И что он говорит? Только это сделал нам Бен-Амрам И все думают, он вместе с разведчиками А он говорит Он рассек перед нами море Он спустил нам ман Давайте войдем в эту землю Которую обещал нам Творец Эти люди Это как хлеб Защита отошла от них И какая разница Большой хлеб Маленький хлеб Лахмейнухем То есть они наш хлеб Мы их победим Только не бунтуйте против Творца Даже если бы эта земля была на небе Мы бы сделали лестницу И поднялись бы на небо Чтобы взять ее И сказали разведчики Десять других Этот народ Хазаху Мимену Он сильнее его То есть они сказали Что этот народ Сильнее самого Творца Он вывел нас из Египта Но там был один фараон А здесь тридцать один царь И великанов Видели мы Как мы можем воевать с ними И совратили они Вся община в ту ночь Вся община в ту ночь Нас убьют А наши жены и наши дети Попадут в руки Кнаанийцев И Творец пишет Что был вывелись Что был вывелся Вся община Что вся община Все те Кто были перечислены От двадцати до шестидесяти лет Умрут в пустыне Потому что не поверили Творцу И все самые страшные события Нашей истории Происходили именно в этот день Они вернулись накануне девятого ава В ночь девятого ава Плакала вся община И Творец сделал Что самые трагические события Происходят в нашей истории Именно в этот день Девятого ава был разрушен Первый храм Второй храм Взят бейтар Перепахана храмовая гора До сегодняшнего дня Мы в этот день Оплакиваем Те события И Творец обещал нам Что так как мы плачем И просим Чтобы Творец и его шхена Вернулись На землю Израиля Несомненно Это произойдет Но почему это произошло? Почему? Потому что Мы поставили наше понимание Перед пониманием Творца И тогда открывается Что вся эта глава Учит нас одному Спросили у моего учителя Равыцка Казильбера Как получить трепетый страх Перед Творцом? Он сказал Это же очень просто Каждое мгновение Чтоб человек Спрашивал себя Что в это мгновение Хочет от меня Творец? Это называется Ират Шамай И это то Что не хватало Этим людям И за это Мы платим До сегодняшнего дня Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин